Я как выгляжу-то, я даже в текло не смотрелась. Красавица? Красавица. Всё отлично. Здравствуйте, мои дорогие. Я сегодня опять на кухне не одна. У меня сегодня в гостях молодой и красивый. Ярик. Здравствуйте всем. Дело в следующем. Сегодня модно быть молодым и красивым. Сегодня модно быть... Спортивным. Спортивным. Сегодня модно думать о том, что будет завтра, когда ты выйдешь на пенсию. Мне уже скоро. Молодая и красивая я уже не стану, поэтому очками спрячу мешки под глазами. Спортом я, конечно, позанимаюсь. Я вот про завтрашний день, что будет после того, как я выйду на пенсию, мы обязательно сегодня поговорим. И тоже есть некие проблемы. Однозначно. Какие? Какие проблемы? Я постоянно пытаюсь сушиться. То есть сушиться, это худеть таким образом, чтобы поддерживать мышечную массу и снижать жировую прокладку в организме. Ну а спортзала недостаточно? Спортзала, к сожалению, недостаточно. Можно тренироваться в спортзале и поправляться. А залог успеха в еде. Мой сегодняшний гость Ярик еще и холостяк. Именно так. Девочки, налетаем. Поэтому сегодня такая мужская кухня и разговоры о красивом, модном, то, что в тренде и о моем близком будущем. Не знаю, как насчет вашего. Белок и меньше жиров, это, конечно, мясо. Проще всего мы говорим о том, что белок в мясе, либо в рыбе. И сейчас покажем, как приготовить любому холостяку, любому, который просто умеет держать нож в руках, очень вкусный обед, ужин или еще что-то. Ты готов работать? Он будет не сухой? Он будет не сухой 100%. У меня вечная боль. Я когда готовлю, пересушиваю. Вот мне прям болит. Значит, сегодня ты будешь готовить сам. Я только руководить процессом. И все будет не сухое. Я тебе предлагаю сделать такой очень простой для тебя подходящий вариант, но при этом, ну, такой, чуть-чуть в ресторанном стиле. Ну, самую малость. Ну, знаешь, так, вот для дома, для тебя это прям ресторан будет. Нам для этого, у меня здесь 4 кусочка курицы, нам для этого нужно порезать слайсами грибы, шампиньоны. Нарезаем слайсами. Примерно вот такими. И где-то половину вот этой коробочки тебе нужно сделать. Слушайте, ножом работать умеет уже все проще. И вот теперь-то я вам расскажу, что я занимаюсь страхованием. Одна из тем страхований, которое волнует больше всего меня, волновало больше всего меня, это, конечно, пенсионное страхование, о котором мы говорили в фейсбуке. Открыт был сумасшедший, и мы решили рассказать обо всем об этом здесь на ютубе. Что нужно? Грибы, конечно, нужно пожарить. Можно пожарить с луком, но вот в этой истории я люблю без лука. Просто чуть-чуть масла, вот эта капля, больше масла у нас не будет. И вот эти грибы мы все отправляем на сковородочку и на плиту до приятного такого золотистого цвета. Вот смотри, у меня два пакета, мы будем делать параллельно все это, просто для того, чтобы ты научился и потом дома это все повторял. Пакет открываем, один кусочек достаем. И вот смотри, у нас уже есть кусочек, да, он без кожи, это бедро куриное. Что мы можем сделать, чтобы нам легче было? То есть когда оно совсем плоское, так и оставляем, но чтобы легче было что-то заворачивать, мы еще вот так ножом параллельно еще раскрываем. То есть делаем прям плоское-плоское. Некоторые отбивают, мне не нравится. Я люблю вот так вот раскрыть все толстые части, чтобы у нас получилась вот такая вот бумажка. Напоминает, знаешь, этот лист лури для сушек. Вот так вот нам нужно сделать все кусочки мяса. Посмотри, у тебя даже неплохо получается. Давай, давай, давай. Чуть-чуть, просто все утолщения мы раскрываем. Это быстро при наличии хороших ножей Тони. Давай пока вот руки делают, да, мы с тобой, в общем-то, пообщаемся. Я уже много что знаю. Мы уже говорили когда-то о том, что пенсии можно управлять в Израиле. Можно прийти к тебе на консультацию, ты поменяешь какую-то галочку в пенсионной программе. Инвестиционный план. Да, сделать инвестиционный план и получить в результате гораздо больше денег, чем планировалось. Даже не добавляя денег. Но я сегодня хочу немножко о другом. В принципе, я не знаю, как в других странах, могу только вспомнить, как было в России, на пенсию отчисляет работодатель. Именно так. В Израиле то же самое, работодатель отчисляет. Я могу добавить что-то к тому, что отчисляет работодатель? Да, однозначно, очень интересный момент, что мы можем добавить еще 1% от своей зарплаты в рамках своего рабочего места, не спрашивая работодателя, а просто поставить его перед фактом, что мы хотим еще 1% от зарплаты отчислять на пенсию. Мы по факту это никаким образом не чувствуем, а будет значительно больше денег на пенсию. Окей, то есть я могу еще увеличить пенсионные отчисления. Вопрос следующий. Я знаю, что в пенсионных отчислениях, к сожалению, сегодня это не новость. Дай мне еще один кусочек. К сожалению, сегодня это не новость, но часть людей, конечно же, не доживает до пенсии. Это грустно, но это факт. Это факт. Что происходит с этими деньгами? Вот у меня всегда такой вопрос. Их отдают родственникам, наследникам. Что там происходит? Значит, у нас есть, во-первых, страховое покрытие, которое вшито в самом пенсионном фонде. То есть это еще и страховка? Это еще и страховка. Там даже 2 страховки. Окей. Страховка на случай смерти и страховка на потерю трудоспособности. На случай смерти это значит, что получат муж и дети до совершеннолетия. А потеря трудоспособности, это если не дай бог мы получили инвалидность, 100%. И ты уже сам получаешь, да? То есть ты уже сам получаешь, именно так. У меня нет несовершеннолетних детей. И между прочим, у меня нет мужа. Кому достанутся деньги. Это очень распространенная проблема у наемных сотрудников. Когда приходит пенсионный агент на рабочем месте, ставит по умолчанию программу, и каждый месяц сгорают определенные суммы денег по 50, по 40 шекелей. То есть, если работодатель отчисляет за меня 500, там 50 шекелей, то на пенсию у меня уходит 500, а 50 на страховку, которая мне ничего не покроет? Именно так. Именно так. И это как раз то, на что надо обращать внимание. Это часть из моей работы. То, что нужно сделать. То есть, когда я к тебе приду, ты сразу первым делом проверишь, есть ли у меня муж и несовершеннолетние дети. Именно так. Друзья мои, столько подводных камней, но мы сейчас попробуем найти еще что-нибудь. Ну и смотри, грибы у нас пожарились, прежде чем мы начнем крутить. Про 50 шекелей, там 40 шекелей на страховку я поняла. А основная-то сумма куда? Я надеюсь, тоже не сгорает? Основная сумма идет наследником. Вот это как раз такой момент, который люди думают, что это уходит в государство. Но это заблуждение. Это идет наследником. Все, что было отчислено тобою и работодателем, это никуда не сгорает. То есть, делаем вывод, да? То есть, если я говорю, что не буду откладывать пенсионные, потому что до пенсии не доживу, на самом деле это немножко не так, а эти деньги уйдут моей дочке. Именно так. Самая большая ошибка всех, кто хочет сделать какие-то рулетики, это навалить сюда много начинки. В этом нет совершенно никакого смысла. Если мы разложим просто вот тонким слоем эти грибы. Дальше все, что касается специи. Чуть-чуть соли, чуть-чуть перца. Кто что любит. Я на самом деле в эту историю перец даже не добавляю. Перец я добавляю уже в сковородку. Поэтому вот я положила, чуть-чуть присолила. И посмотри, насколько легко и просто свернуть этот рулет. Меня больше волнует вопрос, не то, что я не доживу до пенсии. И сейчас я поняла, что я не хочу, чтобы меня на пенсии содержала моя дочь. Очень важный момент. Люди очень часто, когда думают о пенсии, они думают через призму о себе. Как я доживу, не доживу. Основная проблема это, когда мы доживем до пенсии и сядем детям на голову. Последнее, чего бы мы хотели сделать, это создать проблемы своим детям на старости лет. То есть смотри, мне сейчас в голову пришла такая мысль, может быть банальная, но почему-то она не часто приходит в голову. То есть с одной стороны мы хотим детям обеспечить будущее, ломимся, что-то зарабатываем, чтобы им что-то оставить. Когда ты уже понимаешь, что ты ничего не можешь оставить, ну мы их вырастили, да, говоришь. А с другой стороны, что основная забота о наших детях, это не стать для них обузой. Ну как минимум финансовой, да? Именно так. Да, действительно, я поехала к Ярику на консультацию, точнее Ярик со своей консультацией приехал ко мне, у меня эксклюзивное обслуживание. Поменял несколько галочек в моей пенсионной программе. Кто теоретически прогнозируемо, прогнозируемо увеличила мою будущую пенсию, даже в том, что мне достаточно скоро на нее уже выходить, по-моему, в 2.2 раза, да? Да, именно так. Может быть, конечно, это будет чуть меньше, может быть, дай бог, это будет чуть больше. Я очень рассчитываю, что моей, например, дочери не придется меня содержать в тот момент, когда я выйду на пенсию и уже не смогу работать. Что мы сейчас должны сделать, я тебе показываю. Мы берем ту же самую сковородочку, у нас даже 3 капли масла здесь осталось от грибов. Чуть-чуть добавим масла, вот буквально, самую каплю. И вот этот вот мой момент, я люблю поперчить и специи все добавить в масло. Мы сегодня, так как ты спортсмен, мы сегодня много специй не добавляем, только соль, перец, да? Ну, так чистый вкус будем пробовать. Мы добавляем перец прямо в масло, вот буквально капля, буквально капля этого всего, и перец раскроется прямо в масле. Соль посолить можно уже и сам продукт, нет проблемы, соль там растворится. Но вот перец, перец и любая специя, любые травки, они, конечно, раскроются в масле в теплом. Посолили, поперчили масло, можно чесночинку. И выкладываем наши рулетики, обжариваться сначала швом вниз. Давай выкладывай свои, чего я одна работаю. Ты сказал, что в пенсионную программу заложена какая-то страховка. Именно так. Страховка жизни, страховка по получению... Да, все. К сожалению, ситуация у нас в Израиле такая, что сегодня гибнут совсем молодые ребята. У нас война, понятно. У нас война, и гибнут 18-19-летние, 30-летние, 40-летние. Ну, это, конечно, страшно. Ну, давай, допустим, у этих людей не было страхования жизни. Окей? То есть что-то государство наверняка берет на себя какие-то выплаты оставшейся семье. Ну, например, понятно, что страхование жизни что-то дает. Например, у них не было ничего, только пенсионное страхование. Например, 19-летний парень, который там проработал полгода в какой-нибудь мафии, да, пекарне, и что-то на пенсионную программу, понятно, ему копнуло. Так вот, вот эти деньги, я так понимаю, что их должны каким-то образом получить наследники, нет? Да. Если нету жены детей, то накопленные деньги просто переходят к родителям. Если есть жена, дети, и пенсионное отчисление активное... Ну, хоть какое-то, да? Хоть какое-то, да? Ну, неважно, какое, полгода оно было, либо пять лет было. Неважно. С первого месяца отчисления пенсионных уже есть страховое покрытие, который выплачивает 60% от заработной платы жене до конца жизни, и 40% детям до совершеннолетия. Вот, то есть получается, что в некотором роде пенсионное страхование заменяет страхование жизни? Именно так. Просто оно там... Важно. ...шито на жену и детей. Важно. Мне это нравится. Проверьте, что у вас и что со страховыми пенсионными программами. И сейчас вот прямо очень четко становится понятно, что пенсионное отчисление нужно делать с первого дня трудовой деятельности. Запах чувствуешь? Это перец, который растворился в масле, он пахнет именно так. Ароматика идет сразу же. Да, классно. Не в готовом блюде. И дальше смотри. Видишь, появляется белая полоска. Значит, мы уже подзакрыли этот рулет. Можно перевернуть. Ты живешь один. Так. Один живешь? Один. Что у тебя за овощи есть в доме? Огурцы и помидоры. Это не всегда. Окей. Морковь, лук, брокколи, цветная капуста, свежая капуста, посоль. Значит, на самом деле, мне это очень понятно. Я сейчас в основном тоже живу одна. И поэтому держать какой-то ассортимент овощей в холодильнике, ну это просто безидейно. Ты их просто не съедаешь. Либо ты покупаешь свежие, морозишься, либо прибегаешь к промышленным историям. И это очень хорошая промышленная история, когда мы можем купить упаковку овощей. Потому что здесь у тебя собрано все. Гарнюры, ты, особых углеводов нам не нужны. В овощах углеводы есть, но их минимум, они правильные. Поэтому мы можем купить упаковку овощей и пользоваться именно ими. Держи на вооружение. Секретное оружие. Секретное оружие холостяка. Мы добавляем сюда овощи. Прямо так, не размораживая. Добавляем сюда специи, которые ты любишь. У меня это сегодня аджика сладкая. Грузинская такая специя. Мне очень нравится, как она звучит с овощами. Накрываем крышечкой. 15 минут тушим. Давай смотреть, что получилось. Давай. Посмотри, какая красотища. Запах просто вау. Запах это специи. Овощи, посмотри, все готовы. Нет сомнений, правда? Курица. Тыкаем. Все мягкое. Вот она сочная. Сок оттуда прямо. Вот он идет. Сок есть внизу. И последний вопрос. Я приготовила три тарелки. Оператору подадим? Будем кормить оператора. Будем кормить оператора. Пока я накладываю, мы не присели поесть. Последний у меня к тебе вопрос. Человек работает на работе. Работодатель ему платит пенсионные отчисления. Даже сам он что-то добавляет. Один процент пенсионных отчислений. Зачем ему ты? В пенсионном фонде, даже если работодатель очень хороший, и вот очень хорошее рабочее место, все равно есть место проверить. Дмениуль. Это что такое по-русски? Что это стоимость управления деньгами. Значит, пенсионный фонд снимает с нас заведение наших денег. Есть смысл проверить. И во-вторых, 1 июля 2024 года прошла реформа по планам, по инвестициям. Простым языком это наши пенсионные деньги, как мы хотим ими управлять. Какую программу, какую галочку мы там выбрали, чтобы деньги были инвестированы. Они так инвестируются, по умолчанию. Только вопрос, как? Соответственно, я помогаю человеку понять, как они инвестированы сегодня. И сколько он получит завтра. То есть это ровно то, о чем я вам уже говорила, что после того, как мы проверили мои пенсионные накопления, расчетный мой доход увеличился в 2.2 раза. И это на самом деле достаточно много, учитывая, что мне еще лет 10, наверное, придется поработать. Думайте о том, что у вас происходит в пенсионном фонде, а мы будем пробовать, и спортсмен даст свою оценку нашему блюду. Я обычно, знаешь, у меня такое издевательство над людьми. Первый пробует гость. Вдруг невкусно, чтобы мне не мучиться. Что с твоей там сочностью? Ты хотел, чтобы было сочно. Готово? Готово. Сочно? Сочно. Пробуй. Очень вкусно. Прям вот очень. И сочно, и вкусно. И скажи, что просто. И просто. И овощи, которые я не стал бы готовить. На самом деле, да, очень классный тип. Это овощи, которые продаются в наборе, микс овощей, тебе не надо ни о чем думать. Закинул под крышечку, закрыл, любые мои специи, и все. Дорогие мои, готовьте. Готовьте с удовольствием. Готовьте себе. Готовьте, когда вы одни. Готовьте, когда вы в компании. Готовьте для оператора, который вас снимает, и для друзей, которые приходят в гости. А главное, берегите себя, берегите свое будущее. Думайте о завтрашнем дне, а Ярик вам поможет в этом, чтобы ваша старость счастливая и богатая была ничем не омрачена. Будьте здоровы и всего хорошего. Всем пока, а мы кушать.